Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Основная сила проходной пешки, конечно, заключается в том, что в определенный момент она может стать значительно сильнее, превратившись в фигуру, чаще всего в ферзя. Но сильные шахматисты знают, что иногда проходную пешку, которая достигла даже предпоследней горизонтали, можно пожертвовать ради инициативы и возможности атаковать короля соперника. Сегодня мы с вами рассмотрим прекрасный учебный пример на эту тему, партию, которая была сыграна в Амстердаме в рамках мемориала Эйве в 1991 году. Белыми играл 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, его соперником был Ян Тимман из Нидерландов. Д4 сыграл Карпов, Д5, С4, ДС, принятый ферзевый гамбит. Белые играют Е3, после Е5 забирают пешку, размен на Д4 и мы с вами получили типичную миттельшпильную позицию с изолятором на Д4. Стратегия борьбы понятна, белые стремятся к более сложной игре, прицел, атака на короля соперника. Черные же попытаются разменять побольше фигур и прежде всего зафиксировать эту белую пешку на Д4. Конь Ф6, конь Ф3, слон Е7, 2-0, 2-0, Х3 играет Карпов, конь БД7. Черные хотят сыграть конь Б6, нападая на слона, далее Ц6, беря под полный контроль блокадное поле Д5. Конь Ц3, конь Б6, слон Б3, Ц6, ладья Е1 и черные блокируют пешку королевским конем. Конь Е4 играет Карпов, избегая размена фигур, слон Ф5 и конь Е5. Возникла типичная ситуация с небольшим позиционным плюсом на стороне белых. Конь Д7 играет Тимман, он как и раньше стремится к разменам, ферзев 3, нападая на слона. Тут черным лучше было спокойно отойти на Е6, укрепляя центрального коня Д5. Но конь бьет Е5, сыграл Тимман и белым нужно забирать одну из легких фигур соперника. Хуже брать слона, по причине вилки конь Д3. У черных тут нет никаких проблем, при случае белая пешка Д4 может оказаться слабой. Поэтому после конь бьет Е5 Карпов забрал коня. И теперь же, трансформировав свою пешечную структуру, он надеется на получение более серьезного преимущества. Черные отходят на Ж6, слон Ф4 и в этом положении черным следовало разменяться на Ф4. Далее Ф7, ладья АД1, король Аш8, чтобы после конь Д6, ладья Д8 сыграть Ф6 и попытаться подорвать опору коня Д6. В этой ситуации эта далеко выдвинутая белая фигура не выглядит надежной. И тут черным лучше было разменяться на Ф4, сыграть Ф7 после ладья АД1, король Аш8 и на конь Д6, ладья АД8 с дальнейшим Ф6. В такой ситуации далеко выдвинутый белый конь находится на очень ненадежной позиции. Но в нашей партии черные сыграли иначе. Вместо размена на Ф4, Ф5 сыграл Тимман и конь зашел на Д6. Если тут разменяться на Ф4, вернуться на Ц7, то белые по сравнению с предыдущим вариантом все же выигрывают темп. Ладья АД1, ладья Д8, ладья Д2. Белые уже готовы поддержать своего коня с двоением ладей, а черные пока Ф6 сыграть не могут. Поэтому после хода конь Д6, слон бьет Д6 сыграл Тимман. И этот ход дает белым возможность получить сильную проходную пешку. ЕД, эта пешка возвращается на свою законную вертикаль. Ладья ФЕ8, взяли, забрали и здесь Карпов наносит удар, слон бьет Д5. Он переводит партию в разноцвет. Если сыграть ладья Е1, чтобы после размена вновь дать шах и потом забрать слона, то белые играют Д7 и выигрывают без проблем. Ферзь Е7, ферзь Д5 угрожает Д8 ферзь. Нужно блокировать слон Ж5 и черные могут с легким сердцем сдаться. Если же забрать на Д5 ферзь, то после перехода в окончание у белых также решающий перевес. Д7, ладья Д8 и ладья Е1 с угрозой ладья Е8. Играть король Ф8 нельзя, последует шаг слоном. Если же пойти Ф6, то ладья становится на Е7, защищая пешку. Конечно, после слона Ф5 будет ладья Е8, поэтому король Ф8. Но и тут слон Д6, отгоняя короля, слон Ц7 и белые побеждают. Таким образом, черные должны сразу бить слона, причем пешкой. Интересная ситуация. Пешки соперника встоят спина к спине. И, конечно, более перспективной является именно белая проходная. Кажется, что белым не нужно спешить. Они должны беречь свою проходную пешку, как зеницу ока. Но Карпов, посчитав варианты, смело играет Д7, двигая пешку навстречу опасности. Если ее заблокировать ходом ладья Д8, то Ф3 с угрозой Ф8. Если пойти Ф5, то слон Ц7. И белые выигрывают качество, потому что пешку Д7 ладью бить нельзя. Последует мат. Поэтому на ферзь Е3 более упорным является хода Х6, форточка. Но шах. Далее Б4. Это отвлечение ферзя. Он становится на Б6, продолжая защищать ладью. Но ладья Ц1 с очень сильной и неотразимой угрозой слон Ц7. Белые тут побеждают. Поэтому Тимман поставил свою ладью не на Д8, а на Е7. Вот так, сбоку, атаковав белую пешку. Ладья Ц1 играет Карпов. Ладья бьет Д7. Белые отдали гордость своей позиции. Проходную пешку Д. И сейчас у черных временно минимальный материальный перевес. Но дело совсем не в нем, а в конкретной ситуации, возникшей на доске. В силе белых фигур и в слабости восьмой горизонтали. Ладья Ц8, ладья Д8. И в этом положении белым нужно играть очень внимательно. Ход слон Ц7 является грубой ошибкой. Ферзь Е1 шаг и взятие на Ц8 выигрывают черные. Но, конечно, Карпов сыграл иначе. Вместо ошибочного слон Ц7 он сначала пошел Б4. Тот же мотив отвлечения, который мы с вами видели в одном из предыдущих вариантов. Одновременно белые перекрывают диагональ Е1 А5. Черный ферзь отошел на Б6. И теперь уже слон Ц7. Так или иначе, черные теряют материал. Ян Тимман, избирая меньшее из Зол, отдает ферзя за две фигуры. Ладья бьет Ц8. Взяли, забрали. Ферзь Д5. Конечно, черные мечтают о построении крепости. Но все-таки в этой ситуации белый ферзь очень и очень силен. Белые без проблем создают проходную на ферзьевом фланге. Еще и потому, что у черных слаба восьмая горизонталь. Приходится тратить время на форточку. Белые забирают. Шах. Король Х2. Ладья Ц2. Взяли. Забрали. И после хода ферзь Д4. Ян Тимман признал свое поражение. Наладить взаимодействие фигур черным не удается. Белая проходная пешка на ферзьевом фланге в конце концов будет стоить им фигуры. И скорее всего даже не слона, а ладьи. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.